Настало то время года, когда Америка разыгрывает 55 тысяч видов на жительство в США. Лотерея продлится со 2 октября по 5 ноября. Если вы успели посмотреть в этот промежуток времени, то поздравляю, вы счастливчики. Ну а если нет, тогда ждите следующего года. В этом видео я вам расскажу, кто как и когда имеет право на участие в лотерее Green Card. Ставьте лайк, подписывайтесь и let's go со мной. В своем телеграм-канале я оставила подробную видеоинструкцию по заполнению анкеты Green Card. Обязательно смотрите ссылочку под этим видео. Что вообще такое лотерея Green Card? Это программа, созданная правительством США с целью увеличения разнообразия иммигрантов. Итак, каковы же цели этой программы? Цель номер один – это увеличить экономическую активность. Представляете, иммигрант, приехавший в Америку, будет привносить какие-то свои идеи, делиться какими-то своими навыками или культурными особенностями. Цель номер два – это культурное обогащение. Иммигранты, приезжая в Америку, приносят свои обычаи, традиции, кухню, искусство. Итак, как проходит лотерея Green Card? Чтобы участвовать в лотерее, вам нужно подать заявку на вот этом официальном сайте. Обращайте внимание, других никаких сайтов нет и быть не может. Пошаговый план действий. Вы заходите на этот официальный сайт, заполняете форму и обязательно сохраняете свой регистрационный номер. Он вам обязательно понадобится через полгода в мае месяце. Вы заходите снова через полгода на этот сайт, вводите свой регистрационный номер и смотрите результаты. Обращаю ваше внимание, что никто вам на почту или где-либо еще не будет присылать уведомления о том, что вы выиграли в лотерею Green Card. Вы должны самостоятельным образом зайти и проверить ваши результаты. И если вы узнали, что вы выиграли в лотерею Green Card, вы можете смело подаваться на иммиграционную визу в американском посольстве. Да, бумажные волокиты вам точно не избежать. Вам придется собирать всевозможные документы, записываться на собеседование, оплачивать консульский сбор, проходить медкомиссию. Но знайте, что это точно того стоит, потому что вы сможете переехать в Америку, жить в Америке, работать и учиться. Итак, кто может участвовать и что вам для этого нужно? Первый очень важный момент. Наличие загранпаспорта не является обязательным. Но здесь возникает другая проблема. В общем, наличие загранпаспорта не требуется, но я вам настоятельно рекомендую его завести. Или как минимум проверить, как пишется ваше фамилия, имя и отчество в транслитерации, то есть на латинице. Ваша фамилия, имя, отчество или ваша фамилия и имя должны совпадать с той заявкой, которую вы подаете на Green Card. Если будут различия, вам могут отказать. Поэтому если вы заведете заграничный паспорт, вам будет легче заполнить заявку на Green Card. Второй очень важный момент. Вам нужно родиться в стране, допущенной к участию в лотерее. Если вы, например, родились в стране бывшего Советского Союза, в Узбекистане, России, Беларуси, Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Грузии и так далее, это значит, что вы можете участвовать в лотерее Green Card. Участие идет именно от страны рождения, не там, где вы проживаете, а именно там, где вы родились. Третий важный пункт. Вам нужно иметь полное среднее образование. Это законченная школа, колледж или ПТУ, или два года полноценной работы по специальности, которая требует от двух лет профессионального обучения за последние пять лет. Есть специальный сайт, называется Onet Online. На нем вы можете посмотреть, подходит ли ваша профессия для участия в лотерее Green Card. Вы заходите в функт Find Occupations, далее Job Family, и выбираете категорию сферы вашей деятельности. Затем конкретную должность и смотрите внизу так называемый SVP Range. Показатель этого SVP Range должен быть минимум семь, чтобы вас взяли. Итак, кто может участвовать? Вы можете заполнить заявку на себя, на себя и вашего супруга, с которым вы состоите в официальных отношениях, а также на детей, не женатых и не замужних до 21 года. То есть, если и муж, и жена заполняют заявки, то ваши шансы увеличатся. То есть, вы заполняете анкету на себя и на супруга, и ваш супруг тоже заполняет анкету на себя и на вас. Если кто-то из вас выиграет, то он же заберет и своего супруга, и своих детей. Есть очень важный нюанс по детям. Вам нужно будет в анкете указать всех ваших детей. Родных, удочеренных, усыновленных, сводных, и даже детей от предыдущего брака. Если они есть у вас, или, например, thank you, или, например, у вашего мужа от предыдущего брака есть дети. Вам всех их нужно будет указать в анкете. Для этого вам понадобится их фамилия, имя и фотография по принятым стандартам. Иначе вы не сможете получить грин-карт. Если вам 20 лет, и вы выиграли грин-карт, своих родителей вы забрать не сможете, потому что это не предусмотрено условиями лотереи. Имейте в виду, что если вы не зарегистрированы в браке, вы не сможете вписать вашего возлюбленного или вашу возлюбленную в анкету. Но, если вдруг так случится, и вы выиграете грин-карт, и вы решаете, например, пожениться со своим женихом или со своей невестой, и ваши чувства искренние, и отношения настоящие, то вы сможете собрать весь пакет документов, прийти на собеседование, все объяснить, и тоже получить грин-карт. Итак, как участвовать? Первое. Вы заходите на официальный сайт, заполняете форму. У вас это займет примерно 10 минут. После этого вы сохраняете свой регистрационный номер, делаете скриншот, чтобы через полгода, в мае месяце проверить ваши результаты. Вам нужно загрузить фотографию размером 5 на 5. Самый простой способ – это прийти в любое фотоателье и сказать, что вам нужно сделать фото на американскую визу. Оно должно быть без очков, без кепки, без головных уборов. Исключением являются религиозные правила. Очень важный момент. Фотография не должна быть старше 6 месяцев. И, пожалуйста, не нужно добавлять в анкету на грин-карту ту же фотографию, которую вы предоставляли, например, для получения туристической визы. Ребята, ну и как только вы выигрываете грин-карт, заполняете все документы, иммиграционные формы, проходите медкомиссию, оплачиваете консульский сбор, у вас будет ровно 6 месяцев для того, чтобы переехать в Америку. Имейте в виду, что у вас не будет времени на подумать, закончить учебу и так далее. Если вам предоставилась такая возможность жить, переехать в Америку, учиться и работать, я думаю, этим нужно воспользоваться. Поэтому ноги в руки и вперед в США. И если вам кто-то предлагает повысить ваши шансы на получение грин-карт, знайте, это мошенники. Никто, никоим образом не может повлиять на результаты лотереи, потому что лотерея выбирается абсолютно рандомным образом. Если вам кто-то предложит ежегодно за вас подавать заявку на участие в лотерее грин-карт, имейте в виду, что если вдруг вам подадут старую анкету, а у вас на тот момент подачи изменились обстоятельства, вы вышли замуж, родили ребенка и так далее, то при вашем выигрыше результаты будут недействительны и вам аннулируют грин-карту. Именно поэтому я рекомендую вам самостоятельно заполнять заявку на участие в лотерее грин-карт. Вам достаточно базового знания английского и всего 10 минут вашего времени. В своем телеграм-канале я выложила полноценную инструкцию, где рассказываю шаг за шагом, как заполнять эту анкету. Поэтому прямо под этим видео проходите по ссылке и заполняйте прямо сейчас. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи!